Итак, есть ли хоть одна хорошая новость в медреформе от Супрун? В гостях у подробности недели Ольга Богомолец. Давайте с этого и начнем разговор. Ольга, здравствуйте, спасибо, что присоединились. Должен отметить, что вы настолько жестко критикуете идеи Ульяны Супрун, что мне хочется спросить, ну неужели там нет ни одного здравого зерна? Или в целом все направление настолько неправильно выбрано, что даже если есть негативные моменты, то они нивелируются? То есть положительный момент, то они нивелируются. Ринковых взаимоводносин. Я не будую такую страну. Я бы пришла в владу в страну Травворня, чтобы построить социально справедливую страну. Что это такое? Когда ты болен, ты понимаешь, что ты не продаешь остальное, чтобы выжить или вырятовать свою дитину от онкологии. Чтобы у тебя есть страна, которой ты ехать. Это гражданин, и эта страна тебе будет обеспечиваться, когда тебе тяжело. А когда ты выдержишь, ты будешь працювать на эту страну и сплачивать податки, чтобы она помогла иншим. Пока вы говорите все в духе нашей Конституции. Мне прописано, напомню, что мы государство социальное. Так, и я буду именно такую страну. Я против либеральной модели. Сейчас в Украине запропонована, и вот те депутаты, которые не теснули кнопки, они, большинство из них, даже не понимали, за что они голосовали. Они проголосовали за то, чтобы у большинства украинских людей не было доступа до высокоспециализированной документы. Кстати, давайте вот об этом поподробнее, потому что слишком уж болезненно эта тема. Вы на этой неделе дважды, да, кажется, в соцсетях публиковали некие расценки за, так сказать, продвинутые медицинские услуги. Если честно, меня эти цены очень шокировали. Откуда у вас эти данные? Ведь Минздрав пока эту информацию, ну, может, скрывает, а может, не имеет, говорит, что еще просчетов не было. Это медицинские заклады, Министерство охраны здоровья, влитку дало доручение нашим институциям прораховать, сколько это стоит. И институции, которые дают специализированную помощь, это институции, подали в Минздрав еще влитку эти документы. Минздрав их не публикует, почему? Потому что они шокуют всех. Что с ними будет дальше? То есть, выяснить, кто за что платит, Минздрав не публикует. Ольга, некоторые примеры я вас попрошу привести. Ну, не все читают вашу страницу в соцсетях. Вартность операций, зайдите на страницу в фейсбуке и посмотрите. Элементарные травмы, травма колена, травма лиття. Это может происходить с каждой человеком. Желчный михур, гипертония, инфаркты, инсульты. Это вартность от 50 тысяч гривен до 300 тысяч гривен. Не буду там входити в детали. Я сегодня опубликовала более расширенный перелик, потому что из всех, которые пишут, звонят, говорят, опубликуй. Это официальные расценки, которые подали медицинские заклады. Они еще не подтверждены МОЗом. Главное, не подтверждено, что будет платить государство, а что перекладется на людей. И вся плановая помощь, то есть, если тебя не везут в швидкий, в лекарню, а в швидкий, соответственно, до новой реформы, не будет лекаря. Это означает, что он будет только медицинский такси. Ольга, ну смотрите, но справедливости ради, давайте все-таки отметим, что сейчас тоже приходится платить. Безперечно. Но проблема именно в том, что сейчас я за реформу охраны здоровья. Но что нужно сделать? Какая наша мета? Моя мета – ввести в Украину обязательно медицинское страхование. И то, что вы спросили, что есть доброе. Доброе – и то, что я могу исправить ошибку, которая сделана. Чем быстрее мы введем в общественное медицинское страхование, которое построит социально справедливую медицинскую систему в стране, тем больше шансов у нас будет зберегать жизнь людей. Сейчас платят те, у кого есть деньги. И эта реформа, которая была проголосована, она для тех, у кого есть деньги. А мое завдание – помогать тем, у кого денег нет, кто помирает. Ольга, вот поправьте меня сейчас, если я ошибаюсь. Но не было бы логичным ввести вначале в стране страховую медицину, а затем уже заниматься подобными реформами. Безперечно. Почему этого не было сделано? Потому что завдание этого закону – централизовать 100 миллиардов гривен. Не миллионов, миллиардов. В одни руки. Это те субвенции, которые есть сейчас у регионов. Национальная новая агенция их забирает. Правда, это происходит не в следующем году. Оттерминировали до следующих выборов. И одна новая агенция будет теперь опекаться всем этим 100 миллиардным бюджетом, в сравнении с тем, как это сделали раньше в регионах. То есть, завдание этого закону – централизовать деньги. Больше ничего. Оно не дает ничего людям. Не повышает качество. Лекарь не понимает, что они будут, какую зарплату они получают. В соответствии к рассчитанным бюджетной резолюции, ну, в пропозиции, не резолюции, те деньги, которые закладены на следующий год на зарплату лекарям, если лекарь из семейной ланки первой отримают 16 тысяч, то из трех лекарей двух нужно сократить. То есть, нас ожидает в наследие этой реформы. Скорочение лекарей не прогнозовано. Скорочение лекарей – и это одна из самых больших втрат, которая будет в нашей стране за этот час реформаторства, младого реформаторства, или нового реформаторства. За последние два года из страны выехали 66 тысяч медиков. Выехали. Вы прогнозируете, что выйдет теперь еще больше. Теперь выйдет еще больше, потому что эта специализированная помощь, человек не сможет сама обратиться в лекарню. Лекарь будут массово высокоякосные, квалификованные, которые имеют опыт. Они будут выезжать. Их сейчас принимают. Польша открыла, Литва открыла. Почему? Потому что, когда те страны сделали реформу, они не додумались поднять лекарям с начала зарплаты, чтобы сохранить этот кадровый потенциал. Поэтому лекарь выехали. И до чего это приведет? До того, что в Украине утворятся черги. Через три года, так как сейчас 65 тысяч детей, не имеют куда дать дать дать, в садочек, будет нормальным явлением, ждать еще до кардиолога. Три месяца до гастроэнтеролога, півроку, до онколога. Я боюсь, что мы с вами вот этим разговором сейчас, но если не повергли в шок, то изрядно напугали и пациентов, и врачей. Но, неужели, ничего нельзя изменить? Вот этот закон, принятый Верховной Радой четверг. Его еще можно подкорректировать? Он обратный ход какой-то. Возможен или нет? Цей закон хибный по своей сути. Він делает медицину для многих, для тех, которые могут заплатить. Понимаете? То есть, государство платит за швидку помощь в медицинском такси, за семейного лекаря и за пересмертное заболение. Что будет делать человек, которая знает, что ей нужно за выделение камня в жорчном михоре платить десятки тысяч гривен? Вона будет ждать, пока у нее заболит, живет так, начнется перетонить, чтобы ее привезла швидка. И люди, многое, будут хвориться больше. Это стандартно абсолютно. Чему? Потому что они будут платить, их будут лучше обстеживать, больше выявлять. А люди бедные, у которых нет денег, они будут помирать скорее. Это рынковая модель охраны здоровья, которая работает, в том числе, в США. Я не хочу строить такую модель тут. Поэтому я буду наполягать, чтобы еще в этом году был включен закон про загальнообовязковое медическое страхование, который позволит эту проблему недоступности второго и третьего уровня решить. И это будет порядок. тунок. Цей закон перекриет сверху эту ошибку, которая была сделана. И которая приведет, если мы этого не сделаем, приведет к увеличению смерти, чтобы квалифицированная помощь будет людям недоступной. А мета этого закону консолидовать, забрать 100 миллиардов и мать на них вплив, и мать на них распоряжение. Мы уже об этом сказали. Спасибо. Ольга Богомолец, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения. Была гостью подробности недели. Спасибо вам за то, что разъяснили многие моменты.